МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Смотрите в выпуске. Проверил ход исполнения поручений президента. Заместитель генерального прокурора РФ Дмитрий Демешин посетил Еврейскую автономную область. Два десятка лет тесной работы вместе с областным парламентом Общественная молодежная палата ЯО отметила 20-летний юбилей. Выбор успеха, ярмарка профессий с участием предприятий и учреждений профобразования прошла в 23-м лицее областного центра. Магия музыки и концерт шоу-группы «Эсфораз» состоялся в городском дворце культуры Биробиджана. Объекты территории опережающего развития Амурахинганская, комплекс зданий при мостовой инфраструктуры и пункт пропуска Нижнеленинска проинспектировал заместитель генерального прокурора Российской Федерации Дмитрий Демешин в ходе рабочего визита в еврейскую автономию. Совместно с ним в поездке приняли участие губернатор области Ростислав Гольдштейн и прокурор региона Заурбек Джанхотов. Наша задача как раз посмотреть, каким образом развиваются инфраструктурные проекты региона, как соблюдается закон. В первую очередь это не просто погранпереход, это все прилегающие инфраструктуры. Это и непосредственно таможенная зона, это и территория, под которой готовятся площадки под инвесторов. Это выполнение этих задач в те сроки, которые определил президент Российской Федерации. Проинспектировал заместитель генпрокурора и строительство защитной дамбы вокруг села Ленинского. Реализация проекта вызвала ряд нареканий, которые касаются сроков исполнения и составления проектной документации. Дмитрий Демешин отметил, что во время прошедшего поводкоопасного периода жители населенного пункта не были защищены от потенциальной угрозы. За невыполнение обязанностей по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в отношении главы Ленинского муниципального района возбуждено административное производство. Это дорогостоящее гидротехническое сооружение, которое за государственные деньги возводится по нормам и правилам, а не в отступлении них. И президент Российской Федерации поставил задачу повышенный уровень ответственности. Поэтому, Зарубик Владимирович, пункт один – привлечь к административной ответственности главу муниципального образования. Помимо осмотра примостовых территорий Дамбы, губернатор области Ростислав Гольдштейн доложил заместителю генерального прокурора и о других инвестиционных проектах, которые реализуются на территории автономии, в том числе о газификации региона. Она позволит отказаться от угольных котельных и перейти на более экологичные технологии. Затронули и темы наращивания производственных мощностей промышленных предприятий области. Мы проговорили про вопросы, связанные с производством горячебрикетированного железа на базе Кимкаун-Сунтарского ГОКа. И это поистине такой уже межрегиональный проект, потому что будет вовлечено Гаринское месторождение, железнорудное. И там нужно будет построить еще 130 километров железной дороги, которая соединит Гаринское месторождение и БАМ. В районе Известково спустимся как раз к Кимкаун-Сунтарскому ГОКу и начнем производить горячебрикетированное железо. В Биробиджане заместитель генпрокурора Российской Федерации провел личный прием граждан. Дмитрий Демешин принял 16 человек, которые обратились к нему с самыми разнообразными вопросами. Касательно строительства новой школы, жилищно-коммунального хозяйства, обеспечения населения топливом и другими. Все поступившие обращения поставлены на контроль, организована проверка. Андрей Кирюшин, Богдан Патрин, Кирилл Богаченко, Новости 21. 20-летний юбилей отметила Общественная молодежная палата при Законодательном собрании ЕАО. В связи с этим в областном правительстве прошло торжественное собрание, куда были приглашены члены как действующего, так и прошлых созывов. Общественная молодежная палата появилась в ЕАО в 2003 году по инициативе Анатолия Тихомирова, который в то время занимал должность председателя областного парламента. Идея создания палаты строилась на том, что проблемы молодежи должны разрешаться с участием самой молодежи. Всех этих людей всегда объединяло и продолжает объединять одно. Они все желают творить благие дела для области и ее молодых людей. Как отметил председатель Законодательного собрания Роман Бойко, члены молодежного парламента всегда являлись надежными помощниками депутатов и авторами креативных идей. У нас молодежная палата обладает законодательным правом, может вносить законодательные инициативы и все законы, которые касаются так или иначе молодежи, молодежной политики, мы отправляем молодым парламентариям, они их смотрят, какие-то идеи высказывают свои, мы обязательно этих мнений учитываем. В общественном собрании наиболее активные члены молодежной палаты были отмечены благодарственными письмами. Вопросы молодежной политики всегда были актуальными для депутатов Законодательного собрания, поэтому и возникла мысль создать специальный орган по образцу взрослого парламента. Сегодня действует уже восьмой созыв Общественной молодежной палаты ЕО, и она, как и всегда, является неотъемлемой частью региональной молодежной политики. А социально значимые инициативы, выдвигаемые ее членами, находят поддержку у представителей органов власти и жителей области. Никита Натапов, Денис Листюхин, Новости 21. Вторая ярмарка профессий в 23-м лицее началась с творческого номера хореографической группы. Учащиеся посвятили его последнему дню праздника Хануки. Восьмая свеча догорает на ярмарке профессий и как бы озаряет выбор школьников, поскольку грамотно выбранная профессия определяет дальнейший путь человека, говорят педагоги школы. И название у ярмарки соответствующее – выбор профессий, выбор успеха. На встречу с лицеистами пришли представители Преамурского госуниверситета, Биробиджанского медицинского колледжа, творческие бригады из Ленинского сельскохозяйственного и солнечного промышленного техникумов. Приглашенным гостем от предприятия стал директор Биробиджанской ТЭЦ Сергей Солтус. Учреждения представили визитные карточки, рассказали старшеклассникам о своем развитии, расширении географии и насколько нуждаются в новых кадрах. Многие организации производства испытывают профессиональный голод. Для того, чтобы сотрудники были завтра, надо подумать об этом уже вчера. Поэтому сегодня представители организаций и учебных, и производственных заинтересованы в том, чтобы выпускники школ получали специальность, получали профессию и приходили на предприятие и сменяли подрастающее, будем так говорить, поколение. Екатерина Кувалдина, Денис Листюхин. Новости 21. Несколько десятков выверенных концертных номеров, месяцы подготовки и практически полный зал городского дворца культуры. Так выглядит настоящая магия музыки. В Биробиджане прошел отчетный концерт шоу-группы «Эсфораз» под руководством хорместера, заслуженного деятеля культуры и искусств ЯО Анастасии Ермаковой. К концерту мы готовились около полугода. Участие в нем принимают три коллектива, четыре. Это актеры, танцоры и, собственно, мы. Вот в концерте 23 номера. Для зрителей прозвучат известные композиции из популярных мюзиклов и из фильмов. На сцене старший и младший состав коллектива – 17 человек от 4 до 40 лет. Студенты Биробиджанского колледжа культуры и искусств, учащиеся детской музыкальной школы, руководитель театра «Кагилет» Виктор Рекрут и студии «Если бы» Светлана Ефремова, что в очередной раз доказывает, магии музыки подвластны все, независимо от профессии и возраста. Песни из любимых детских фильмов и мультфильмов «Буратино», «Король лев», «Зверопой» соседствовали с работами из взрослых мюзиклов «Кошки», «Нотр-дам-де-Пари», «Юнона и Авосера», «Мэво и Джульетта». Ярким дополнением концерта стали танцевальные номера от Театра танца «Премьера» Ирины Мелисовой и шоу-группы «Феникс» Оксаны Карповой. Последний раз подобный масштабный проект шоу-группа «Эсфорас» представляла три года назад в онлайн-формате, но в этом году у зрителей появилась прекрасная возможность насладиться волшебством искусства вживую. Вячеслав Пасманек, Богдан Патрин, Новости 21. Субтитры создавал DimaTorzok